Всем добрый день! Сегодня я вам задам один вопрос. Любите ли вы маски с глиной так, как их люблю я? И сегодня я с вами буду делиться своими впечатлениями от использования трех разных масок с глиной. Белая, красная, черная у меня в коробочке. От компании Риш. Я делаю домашние маски. Вы могли видеть, у меня много роликов есть при использовании глины в домашних масках. Но я никогда не скрывала, что я очень люблю готовую косметику. Все почему? Потому что сделать домашнюю маску достаточно богатую по составу, которая бы не просто там ухаживала, а далее очищала нашу кожу, но при этом оказывала выраженный, в моем случае, омолаживающий эффект, очень сложно. Поэтому я всегда мониторю рынок и подбираю ту косметику, которая, знаете, меня зацепила. Поэтому сегодня я расскажу про вот эти вот маски компании Риш. Во-первых, мне очень нравится то, что это натуральная косметика. Действительно, 98% продукции – это натуральные ингредиенты. Но, здесь есть существенное но, я люблю, когда в косметике используются всевозможные передовые разработки, фишки. Иногда очень такие необычные ингредиенты, ну, например, как слизь улитки. Так вот, смотрите, вот эта продукция полностью отвечает, потому что здесь используются натуральные глины, натуральные пудры, натуральные экстракты, натуральные масла, витамины и передовые научные разработки. Поэтому вот такие вот масочки. Почему именно маски? На самом деле у компании Риш есть целый ряд вот таких линеек, подобранных под определенные проблемы нашей кожи. То есть можно купить целый набор и решить для себя какую-то определенную проблему. Но я решила начинать с масок и кое-чего там для тела прикупила. Так вот, почему маски? Во-первых, сейчас начинается сезон жары. И наша кожа будет нуждаться в более тщательном и более, скажем так, частом очищении. Потому что городской смог, грязь, макияж, жара, воздействие ультрафиолета, это все будет негативно сказываться на нашей коже. И почему именно маски с глиной? Да потому что глина настолько потрясающий продукт. Во-первых, она очень мягко, деликатно очищает нашу кожу. В том числе содержимый опор. Она работает как детокс-продукт. Поэтому эти маски однозначно уже маски детокс. И каждая глина в зависимости, да, она еще насыщает нашу кожу всевозможными макро- и микроэлементами. Но это еще не все, да, глина глиной. Но каждая маска имеет просто богатейший состав. По своему назначению она обогащена маслами, экстрактами растений, эфирными маслами, витаминами. А научными разработками. Поэтому, ну, я просто в восторге. Для меня важно, чтобы в моем возрасте 45 плюс было не просто деликатное мягкое очищение с учетом зрелой кожи, с учетом наличия купероза, но и при этом еще был уходный компонент. Поэтому я сейчас вот наведу камеру поближе, да, покажу маску каждую по отдельности, покажу, как ее наносила и расскажу о некоторых фишечках и изюминках, которые вы не прочтете на сайте. Кстати, ссылку на сайт я дам в описании к этому ролику. Вы сами можете зайти туда и посмотреть более подробный состав. Но я вам расскажу про некоторые изюминки, которые просто-напросто даже не указаны на сайте. Итак, давайте, пожалуй, мы начнем с маски с черной глиной. На самом деле, вот казалось бы, мне она не совсем по профилю, потому что она предназначена для жирной проблемной кожи. И я обзор более подробно этой маски делала, когда говорила про маски, которые можно применять при демодекозе. Потому что эта маска великолепно сужает поры, восстанавливает уровень кожного сала и понижает уровень себума, то есть кожного сала. И у нее потрясающий просто состав, потому что помимо коалина, черной глины и угля, она еще содержит запатентованный комплекс Олеософт 4. В принципе, об этом написано на упаковке. Но мне бы хотелось вам рассказать вот еще о чем. Во-первых, в основе этой маски экстракты растений, алоэ, березовых листьев, бамбук, шиповник, которые сами по себе великолепно и смягчают кожу, но при этом контролируют салоотделение. Обладают антисептическими, бактериоцидными свойствами, противовоспалительными и регенерирующими. Это очень немаловажно, потому что жирная кожа, особенно там с акне, она очень часто становится такой как бы подрытой, побитая спинками. Да, вот кожа неоднородная, да, остаются рубчики, шрамчики, застойные пятна, поэтому вот такой состав. Ну, дальше коалина, о котором я уже сказала, есть такой еще компонент бентонит. Его крайне редко можно увидеть в косметике, но его добавляют хорошие такие производители в косметику для жирной проблемной кожи, потому что великолепно сорбируют кожное сало, очищают, при этом заживляют и, конечно, тоже обладают бактериоцидными свойствами. Но и это еще не все. В этой маске есть гидролат чайного дерева и эфирное масло чайного дерева, которые всем известны, большинству, да, что это мощный антисептик, антибактериальное средство, противовоспалительное компонент, который не просто там лечит нашу кожу от акне, но и помогает избавиться от такого паразита, как Демодекс. То же самое гидролат мятый перечный. Очень многие компоненты, вот водный экстракт, скажем, да, и усилены эфирным маслом, поэтому мята перечная здесь и снимает и зуд, и воспаление замечательное. Дальше, в каждой маске присутствует кукурузный крахмал. Компонент, который тоже не очень у нас сильно добавляют, тем не менее, кукурузный крахмал великолепный абсорбент. Он на себя убирает кожное сало, вытягивает, да, очищает кожу, но при этом ее смягчает и увлажняет. В этой маске присутствует масло ШИ в основе. И теперь смотрите, вот этот комплекс Олеософт 4, о чем я говорила, да, что очень люблю какие-то разработки научные. Так вот, этот комплекс получен в лаборатории Фенбиокс. В компании является очень мощным антиоксидантом, улучшает эластичность кожи, восстанавливает увлажненность кожи, снижает жирный блеск. Вот, казалось бы, да, комплекс Олеософт получен из нескольких видов масел. Миндаль, олива, лен, барага, но при этом, видите, как хорошо эматирует кожу и в то же время за ней великолепно ухаживает. Дальше в маске есть целый ряд кислот, поэтому не надо бояться, если вы наносите маску, у вас легкое пощипывание, покалывание. Это воздействуют фруктовые кислоты, которые работают у нас как немножко энзимный или химический пилинг. Так вот, вот лимонная кислота в качестве очищения противовоспалительного средства. Вот, дальше присутствуют воски натуральные, абрикосовый воск, который является противовоспалительным компонентом и при этом хорошо увлажняет кожу и годится даже для чувствительной кожи. Уголь активированный, я сказала, есть экстракт опунции, который работает как противовоспалительный компонент и в то же время антивозрастной. Поэтому, на самом деле, маску можно смело рекомендовать и даже девушкам при подростковых прыщах и в то же время взрослым женщинам для очищения зоны Т-образной. Вот, кстати, вы видите, я в ролике эту маску наношу не на все лицо, потому что она не годится, в принципе, для моего типа кожи, зрелой, да, вот такой уже суховатой и тонкой. Но я ее наношу на Т-образную зону, там, где мне нужно почистить свои поры. То есть, мягко, деликатно, без грубых абразивов. Ну и в маске есть еще салициловая кислота, которая тоже всем очень хорошо известна, особенно, кто борется с прыщами, потому что очищает. Является антисептиком и противовоспалительным таким компонентом. Ну и в конце у нас целый перечень эфирных масел. Мяты перечные, лимона, чайного дерева, жасмина, эвкалипта. Но это еще не все. При правильном подходе тут даже присутствует гиалуроновая кислота, которая, напомню, что даже жирная кожа нуждается в увлажнении. То есть, не просто маска, которая очищает и детокс, да, но при этом маска великолепно ухаживает. Ну и, конечно, витамин Е. Так что, вот такая потрясающая маска с черной глиной. Ну, а мы поговорим про следующую маску с белой глиной. Следующие маски, конечно, мне ближе, с учетом моей зрелой кожи, тонкой кожи с куперозом, кожи более сухой. Итак, увлажняющая маска с белой глиной, которая не просто предназначена для мягкого, бережного очищения. Вот она как бы мягко шлифует нашу кожу, оказывает детокс мощный, при этом хорошо увлажняет и смягчает кожу. И когда вы маску смываете, невероятное ощущение вот просто бархатистости. Так вот, смотрите, уже на упаковке написано, да, что это интенсивная маска-эксфолиант. Они все, в принципе, являются с мощным увлажнением, так и называется. Но здесь есть еще два компонента, которыми можно хвастать. Это гидропунтил 3% и это муцин улитки. Но и это еще не все. В основе этой маски вода с экстрактами. Экстракт листьев малины, ежевики, фукуса, алоэ, розы дамасской, плотов апельсина. То есть весь вот этот вот экстракт, вся вот эта вот мощная водичка с экстрактами, она уже оказывает мощный омолаживающий эффект. Буквально на лифтинг, на повышение упругости, на омоложение кожи, на стимулирование кровообращения, на снижение отечности. Ну, в общем-то, все, что бы я хотела получить от крема, такого омолаживающего, я могу уже получить из этой маски. Но это еще не все. А в основе этой маски есть и масло ши, и коалин, то есть, ну, понятное дело, кукурузный крахмал, мы говорили, когда про предыдущую маску говорили, глицерин, лимонная кислота, абрикосовый воск, оливковое масло, масло ромашки, кстати, если можете посмотреть, вот на сайте прям прописывается, да, снимает раздражение, успокаивает кожу. Но и это еще не все, чем мы с вами хвастаемся, да. Экстракт слизи улитки. Который очень любят в корейской косметологии, потому что наказывает мощное омолаживающее и регенерирующее воздействие на нашу кожу. Ну, и тот самый комплекс гидропунтил, тоже разработка компании Фенбиокс, состоит, кстати, из натуральных ингредиентов, это экстрактопунцы и индийского жира, и является очень мощным антиоксидантом и увлажнителем. Поэтому женщины, которые тестировали вообще вот этот комплекс, уже замечали через неделю повышение увлажненности, там, на, под некоторым данным, 24%, 33%. Поэтому, если вы регулярно будете делать эту маску, вы заметите, как ваша кожа просто-напросто становится более упругой и эластичной. Вот, и уйдет у вас и шелушение, и покраснение, то есть все эти, они хорошие элементы, которые связаны с уменьшением влажности, увлажненности нашей кожи. Ну, и это еще не все, потому что здесь есть и сок алоэ, и гиалуроновая кислота, и витамины С, и витамин Е, и эфирные масла нероли и пачули. То есть, вот такой потрясающий комплекс. Ну, и как вы заметили, я маски наношу либо в поддельности, да, либо совместно. Чаще всего я использую вот как раз-таки маску с черной глиной на зону Т-образную, а на остальную часть лица и шеи, зоны декольте, наношу либо маску с белой глиной, либо, допустим, белую глину на участке, там, где нужно увлажнить кожу. Как диагноз, в принципе, маску нужно наносить минут на 10, да, и по мере того, как начинать кожу подсушивать, ее нужно смывать. То есть, это не тот вариант масок, который нужно ополаскивать, опрыскивать сверху, для того, чтобы оказался эффект. 10-15 минут вполне достаточно, и маску необходимо смывать. Так вот, смотрите, маска с красной глиной. Вот это вот просто мой фаворит, потому что это не просто маска эксфолианта, у нее еще выраженный антивозрастной эффект. Даже на упаковке написано, да, что это маска антивозрастная, восстанавливающая с гиалуроновой кислотой 2% и комплексом VTR-актив 1%. Так вот, смотрите, маска не просто детокс, не просто очищение кожи, не просто шлифовка. Это еще и мощный, ну, я бы сказала, даже антивозрастной крем. Почему? Вот такой у нее богатый состав. Во-первых, в основе есть вода с экстрактами, каркаде. Вот даже про каркаде можно сказать, что некоторые специалисты ее называют природный ботокс. Настолько она мощно разглаживает мелкие морщины. Тем не менее, каркаде за счет фруктовых кислот оказывает очень хорошую шлифовку нашей кожи, отбеливает. Эта маска, кстати, великолепно убирает пигментацию, отбеливает, предупреждает появление новых пигментных пятен. Вот, но и еще и увлажняет, каркаде используется при копирозе, как эта маска в целом, увлажняет, регенерирует. Ну, то есть, ну, тут просто, да. Помимо каркаде, листья ежевики, бамбук, алло, видите, фикус, все как перекликается с предыдущей маской. Неролиевое масло, гидролат, лаванды, которая тоже увлажняет, тонизирует кожу, снимает раздражение. Коалин, масло шину. Кстати, коалин здесь в этой маске усилен пудрой виноградных косточек. Поэтому здесь не просто идет шлифовка, да, но вот такая тщательная, я бы сказала, даже полировка нашей кожи. Абрикосовый мусс, глицерин, кукурузный крахмал, коричневый сахар, органовое масло в основе. Про него тоже можно отдельно сказать, что это великолепный омолаживающий продукт. Ну, то есть, кому интересно будет, почитайте. Подсолнечное масло, масло облепихий, масло конопли. Вот, кстати, я бы хотела сделать акцент на масле конопли, потому что этот продукт достаточно редко встречается у наших производителей. Тем не менее, бьет сейчас все рекорды, потому что считается одной из самых мощных омолаживающих масел антивозрастных. Поскольку увлажняет, защищает, питает, регенерирует кожу. При этом очень хорошо впитывается. Дальше, есть комплекс дермоси, который состоит из сахарозы и двух видов красных водорослей. Так вот, этот комплекс помогает, как бы, перестроить нашу кожу на молодой ритм. Стимулирует клетки эпидермиса, подтягивает овал лица, повышает упругость замечательно. Но это еще не все. В эту же маску входит точно так же комплекс гидропунтила, о котором мы говорили про предыдущую маску. То есть, из апунции и индийского инжира, который является мощным антиоксидантом и увлажнителем. И точно так же присутствует и лимонная кислота, и алоэ сок, и эфирные масла лаванды, мелисы, витамин Е. Поэтому вот такой вот мощный состав этой маски эксфолианта. Но здесь есть еще одно существенное но. Единственная маска, пожалуй, которая очень хорошо прокрашивает нашу кожу, придает ей, ну, в хорошем смысле, легкий оттенок загара, это маски с красной глиной. И вот как раз я сейчас показываю, да, я тщательно смыла эту маску со своего лица. Все, я умылась. И если я протираю лицо тоником, то вы можете заметить, как остатки глины, вдруг откуда ни возьмись, из моих пор, вот вычистились. Поэтому есть смысл следовать инструкции, которая прописана на сайте. Вы сделали процедуру маски, вы смыли ее, да, и приступайте к следующему ходу. То есть тоник и дальнейший ваш уход по типу кожи. Так что вот такие потрясающие маски. Кстати, я вам еще показала, да, что первые варианты масок я наносила пальцем. То есть кому как удобно. Но последнюю маску с красной глиной я наносила с кисточкой. Единственный нюанс, да, я бы не советовала экономить. Есть, я знаю, люди, которые готовы вот-вот просто очень тоненьким слоем. На самом деле слой должен быть достаточным. Вот просто достаточным для того, чтобы вы действительно получили вот этот самый потрясающий, очищающий эффект, ну и в зависимости от вида маски, или увлажняющий, или лечебный в плане прыщей, или омолаживающий. То есть все как вы хотите. Поэтому пользуйтесь на здоровье, получайте результат, он у вас гарантированно будет. Побалуйте свою кожу роскошными масками с глиной.